Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Доброе утро. Выпуск начнем с международных событий. Лидеры КНДР и Южная Корея провели вторую неожиданную встречу после переговоров в апреле. Она прошла в пограничной деревне Пханмунджом. Ким Чен-Ин с Мунжи-Ином обсудили выполнение принятой на первом межкорейском саммите декларации, а также вопросы об успешном проведении переговоров КНДР США. Встреча продлилась два часа. По ее итогам лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения корейской проблематики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен-Ином, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Хиньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР США все же состоится. В Эстонии загорелся центральный полигон. В тушении пожара принимают участие военные добровольцы. По сообщениям СМИ, огонь быстро распространился на близлежащей территории. Пожаром охвачено 15 гектаров. Руководитель спасательных работ подчеркнул, что угрозы для местных жителей нет. Опасная дорога в магазин. Жители деревни Ладзиме в китайской провинции Юньнань ездят за продуктами на канате. Мостов здесь нет, и это единственный способ перебраться через реку Ну. Она течет из Тибета вдоль границы с Мьянмой. Тросовые переправы местные жители пользуются уже десятки лет. Привыкли, но риск существует всегда, особенно при переправе с маленькими детьми и в дождливую погоду, когда скользко. В рабочем состоянии конструкцию поддерживают несколько местных мужчин. Жители деревни пользуются ею бесплатно, а вот с туристов берут 50 юаней, это 8 долларов. Последнее время в этом отдаленном регионе стали активнее возводить инфраструктуру, и жители Ладзиме надеются, что дойдет очередь и до них. Сейчас условия стали немного лучше, и в других деревнях строят мосты, поэтому там канатные переправы убирают, но здесь у нас моста нет, поэтому пользуемся тросом. Неудобно, но приходится пользоваться, поскольку иначе вообще нельзя перебраться через реку. Пока только так. В парламенте Кыргызстана предлагают принять государственную концепцию по внедрению стандартов зеленой экономики. И хотя депутаты заговорили об этом только сейчас, научная общественность, гражданские активисты и инноваторы уверяют, что уже не первый год говорят о важности экологичных стандартов, за которыми будущее не только страны, но и всей планеты. В далекие годы начала независимости Кыргызстан был одной из самых экологически благополучных стран СНГ. По оценкам специалистов, соотношение нетронутых экологических систем к тем, что подверглись влиянию человека, составляло 80% к 20, когда нормой было 60% к 40. Но потребительское отношение к окружающей среде привело к тому, что этот баланс сейчас выглядит зеркально наоборот. Неудивительно, что экологи уже который год бьют тревогу. Осталось только 20% не нарушено, а 80% уже нарушено. Ну и здесь тоже в некоторой степени сыграло и то, что экономика наша далеко не зеленая была. Экология, это не экономика у нас была, ну так сказать, менеджерическая. Чтобы улучшить экологическую ситуацию и создать предпосылки для ее дальнейшего сохранения, в парламенте предлагают ввести стандарты зеленой экономики. Очевидно, что речь не только об окружающей среде. Это целый комплекс мер и подходов, которые позволят выстроить новую систему взаимоотношения человека и окружающего мира. Основные направления в проекте концепции – зеленый транспорт, зеленая промышленность, зеленое сельское хозяйство, зеленая энергетика. Все, что необходимо для устойчивого развития. Население планеты растет, и это может привести к тому, что в некоторое время, когда наши будущие поколения придут жить на эту планету, то оказывается, что просто недостаточно ресурсов. Благодаря тому, что мы их, во-первых, очень много использовали, во-вторых, мы оставили за собой очень много отходов, которые не перерабатываются и не включаются в природный цикл. По словам разработчиков концепции, одна из главных причин ее будущего успеха – это, как ни парадоксально, отсутствие в Кыргызстане развитой промышленности. Заводы, фабрики, крупные химические и перерабатывающие предприятия не наносят ущерба местной экологии, а значит, шансов ее сохранить гораздо больше. Безусловно, идея депутатов очень важна, но для того, чтобы она воплотила жизнь, необходимо финансирование зеленой экономики. Ведь сюда входят такие важные направления, как образование, инновации и научная деятельность. Без инвестиций тут никак не обойтись. Так что в будущем кыргызским парламентариям придется рассмотреть материальную сторону реализации зеленой концепции. В Китае планируют отказаться от ограничения по количеству детей в одной семье. В стране, таким образом, попытаются снизить темпы старения населения. Новая политика независимой рождаемости позволит жителям самим решать, сколько детей заводить. Решение может быть принято в конце текущего года и начале 2019-го. Что думает по этому поводу обычный житель, расскажет наш корреспондент. Ритян работает в торговой компании в Пекине. Новость о возможном снятии ограничения на рождаемость ее обрадовала. Правда, сама молодая мама второго ребенка заводить пока не спешит. В условиях загруженности работы с двумя детьми справляться будет сложно, говорит сотрудница офиса. К слову, такого мнения придерживается большинство жителей Поднебесной. Нам нужно воспитать нашего ребенка, пока мы не планируем второго. Семьям, живущим в больших городах, растить несколько детей приходится нелегко. Большую часть времени мы на работе, но все-таки я за то, что вы убрали ограничения на рождаемость. Политика «Одна семья один ребенок» стартовала в 1979 году. Ограничение рождаемости заставило поколение китайских родителей платить штрафы, делать аборты. Однако это привело к снижению работоспособного населения. И с 2016 года супрыжеским парам в Китае официально разрешили заводить двоих детей. У меня двое детей. Сын родила в 2016-м, после того, как разрешили заводить двоих. По словам эксперта по общественному развитию Сунжиана, сегодня молодые не спешат жениться. А если и создают семьи, то не спешат заводить детей. В приоритете у многих карьера. Поэтому правительство Китая теперь готовит программу по поддержке супрыжеских пар, растящих несколько детей. С тех пор, как разрешили иметь двоих детей, прошло не так много времени. По статистическим данным, результаты за два года неплохие. Например, показатель рождаемости второго ребенка за это время вырос с 30% до 50%. Но уменьшилось рождение первенцев. Сегодня Китай – самая густонаселенная страна в мире с быстро стареющим населением. По статистике, в государстве на 30 миллионов мужчин больше, чем женщин. Власти признали, что 40-летняя политика «Одно семьи, один ребенок» привела к снижению рождаемости, демографическому дисбалансу и ослаблению экономики. Ну а далее о событиях в нашей стране. Поправки в закон о регулировании предпринимательской деятельности, подписанной главой государства, откроют новые возможности для бизнеса, одновременно усилив его ответственность, уверены предприниматели Алматинской области. Послабление контроля во многих сферах должны в первую очередь повысить конкуренцию, а значит, улучшить позиции страны в глобальном рейтинге. Эльмира Хакимова в бизнесе уже более 10 лет. Ее деятельность связана с общепитом. Бизнесвумен признается, строить собственное дело мешали постоянные проверки со стороны контролирующих органов. Особенно сложно было устранить все предписания в короткие сроки. Большие штрафы сказывались на бюджете. В итоге все это тормозило развитие бизнеса. Однако из года в год, благодаря совершенствованию законов в отношении сферы предпринимательства, бизнес-климат в стране становится все лучше, утверждает Эльмира. Сокращено именно объем проверок. Это тоже очень большое послабление. То есть мы можем больше уделять времени именно развитию своего бизнеса, а не такой бумажной работе. То есть уже законодательство становится более гуманным в отношении предпринимателей и дается возможность исправить все нарушения, и чтобы бизнес работал более открыто. Вместе с тем все послабления в законодательстве должны повысить ответственность бизнеса, считает в областной палате предпринимателей. Нацполата Атамикен уже предложила разработать и принять кодекс этики и делового поведения предпринимателя. По мнению специалистов, еще одним эффективным инструментом станет и введение системы рейтинга субъектов бизнеса. Я думаю, что все эти внесенные поправки, в принципе, улучшение бизнес-климата способствует предпринимателям участию в каких-то социальных программах по развитию именно регионов, сельских местностей. У бизнеса появится время для улучшения и повышения корпоративной социальной ответственности. Чтобы о поправках в законодательство и новых возможностях развития бизнеса узнали во всех отдаленных аулах, специалисты палаты предпринимателей решили выезжать с разъяснительной работой в районы и сельские глубинки. Вульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. Особенности перехода на латиницу обсудили в Усть-Каменогорске участники History Mix, латиницы из прошлого в будущее. По их мнению, реформа казахской письменности станет большим шагом к реализации главной цели – вхождение государства в число 30 самых развитых стран. Позволит влиться в единое мировое информационное пространство. Наши участники, им предоставится возможность поучаствовать в практической части, то есть они будут писать какие-то слова, может быть, свои имена на латинице именно. Также мы привлекли участников с других стран. Основная цель – это пропаганда и именно выявление мнения общего, да, общенародного мнения, взгляд на данную реформу. Продолжаем выпуск. В Анкаре прошла презентация о повести Бердабека Сокпагбаева «Меня зовут Кожан». Переведенное на турецкий язык произведение презентовали в рамках Дней Казахстана в Турции, которые проходят в ходе реализации программы президента Казахстана «Взгляд в будущее», модернизация общественного сознания и в честь 20-летия Астаны. Дни Казахстана пройдут в Анкаре, Малатии, Шангалуфе и других городах. Запланированы праздничные концерты и круглые столы с участием известных политиков и представителей интеллигенции. Подробнее в следующем материале. Литературные ценители Турции познакомились с еще одним произведением казахской классики. Знаменитую повесть «Меня зовут Кожа» известного писателя детской литературы Бердабека Сокпагбаева, изданную на 67 языках мира, впервые перевели и на турецкий. В официальной презентации произведения в Анкаре приняли участие дочь писателя Сама Сокпагбаева, представители турецкой интеллигенции и юные читатели. Переводчик Жамиля Кынажи, благодаря которой герои произведений заговорили на турецком, надеется, что произведение полюбится многим читателям Турции. Бердабек Сокпагбаев один из самых сильных писателей. Глазами одного мальчика ему удалось показать образ всей нации. Несмотря на то, что Кожа еще совсем мал и наивен, у него широкая душа. Казахские и турецкие народы похожи, братские нации. Поэтому, думаю, и в мышлении детей есть схожести. Наш Кожа – это ваш Кожа. И также наоборот. После презентации книги в драматическом театре состоялся показ одноименного фильма, снятого по сценарию повести Бердабека Сокпагбаева. Турецкие школьники прониклись атмосферой интересного детства казахских ребят в ауле 50-х годов прошлого века. Образ Кожи понравился многим. Посольство Казахстана в Турции теперь планирует сделать дубляж фильма на турецком языке для трансляции на телевизионных каналах Турции в будущем. Фильм «Меня зовут Кожа» перенес меня в другое время, в другой мир. У Кожи особенный характер – воспитание, восприятие мира. У него богатый внутренний мир. Я бы назвал его борцом за справедливость и честность. Сейчас таких ребят немного. Презентация очередного казахского произведения на турецком – вклад в развитие культурных отношений между Казахстаном и Турцией. Горизонты взаимного сотрудничества расширяются с каждым годом. И Дни Казахстана в Турции – еще одно доказательство этого. Фестиваль «Кумыса» впервые прошел в Бурабае. Весь день на свежем воздухе можно было дегустировать пять видов этого целебного и бодрящего напитка и даже приобрести его. Мероприятия, посвященные 20-летию Астаны, сопровождали национальные игры и концертная программа. Выходной в национальном колорите провела и наш корреспондент Мадина Смоголова. Жители аула Камызына из поколения в поколение передают своим детям и внукам секреты изготовления «Кумыса». Гульсария Хабдина и рецепт оставила свекровь. Сегодня из ее рук туристы пробуют разные виды напитка – медовый, суточный, недельный и даже настоявшийся наказы. Покупатели готовы запастись десятками литров. У «Кумыса» тоже есть срок годности – один месяц. В нашем ауле этим промыслом люди занимаются с 1954 года. Сейчас в селе есть большой цех. Мы продолжаем ремесло своих предков. «Кумыс-фест» стал большим праздником. Он проходил в новом этноауле «Жайлау», куда теперь могут приезжать иностранные туристы и все желающие увидеть культуру и быт древних казахов. Красивая страна, гостеприимные люди, интересное шоу. Вот что я увезу в своих воспоминаниях. Отлично я провел время в Казахстане. Люди открыты, еда очень вкусная. Мне понравилась баранина. Первый фестиваль «Кумыса» собрал гостей из разных концов Акмолинской области. Помимо дегустации, они приняли участие в национальных играх. А завершился «Кумыс-фест» Аламан Байгой. Мадина Смоголова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова